На месте происшествия остались осколки стекла. Вскрытый автомобиль сейчас находится на стоянке. Оставлять его во дворе теперь нельзя. Андрей, старший по дому, говорит, что это далеко не первый случай. Пару недель назад воры также вскрыли машину. Сигнализация зачем сработала, но это делается мгновенно. Разбивается стекло, выдергивается регистратор, человек просто убегает и исчезает. Видеорегистраторы, радары и другие ценные гаджеты. Ими обычно промышляют воры. Выбирают они, как правило, устройства дорогих марок, а после перепродают. Злоумышленники шли на дело поздно вечером. Они брали камень, разбивали лобовое стекло автомобиля, вытаскивали из салона все самое ценное и после этого скрывались. По словам очевидцев, на вид им было примерно 16-17 лет. Тем же вечером уличные воры вскрыли еще одну машину во дворе соседнего дома химиков 90. Оба автомобиля иномарки. Заявление в полицию пострадавшие автовладельцы уже написали. Я сама вообще ничего не видела, не слышала. Хотя я легла вроде бы поздно. Но вот с утра уже ходят участковые по подъездам, по соседям уже все на ушах, как говорится. Переживаем. Как бы свои машины тоже здесь стоят. Как показывает практика, сигнализация воришек не останавливает. Обезопасить свое имущество в первую очередь должны сами владельцы. Не оставляйте в салоне авто ничего ценного и не провоцируйте похитителей. Светлана Жумкова, Фахри Исламов. Новости НТР.